народ всем привет настроение нету настроение вообще-вообще хворое почему сейчас расскажу вам ехал я себе спокойненько никого не трогал и тут бац и все машина перестала ехать не двигается ни зад и ни вперед мотор работает а машина не едет газуешь машина не едет первым делом что думаешь блин что-то со сцеплением или чё но педаль сцепления нормально и остается только одна мысль это что-то с приводами заглянул под машину на маслы упал перед автомобилем перед своим т5 и что я увидел да действительно так и есть срезала привод но его даже не срезала привод лопнул вот так пополам просто взял и лопнул это длинный привод с правой стороны с пассажирской стороны там где труба и там где подвесной у кого-то 5 все знают что привод правый он длиннее чем левый так вот правый привод насколько я понимаю он такой трубчатый идет и вот как раз таки эта трубка и взяла вот так пополам и как-то ровненько аккуратненько и треснула лопнула то есть коробка крутится коробка передает вращательный момент а на колесо через привод не передается этот момент и поэтому машина не едет никуда ставить на одном месте вот такие вот дела произошли и поэтому у меня настроение совершенно не веселая придется мне сейчас все разобрать где-то искать привод либо бушный либо новый и соответственно менять привод сейчас будем а вы будете на это безобразие бесчинство так скажем смотреть наблюдать и вот парни про что я имею ввиду вот здесь колесо здесь стоит наружная граната от нее идет привод короткий а вот и привод толстая труба который идет в коробку и вон там видите черная полосочка это и есть то место где этот привод лопнул разъединился и вот смотрите если крутить сейчас за колесо вот привод крутится но там благополучно коробка стоит на месте также если коробка будет крутить что привод будет благополучно стоять на месте парнем более наглядно вам показываю вот такая вот здесь трещина и соответственно видеть что происходит такая ботва вот такая вот делюга произошла с т5 неприятная и это хорошо что еще в городе в черте города рядом с домом они где-то там не знаю в ближнем зарубежье за границей или где-то короче очень далеко от дома получилось что рядом с домом зацепил на буксир и дотянул до дома но теперь придется с этой темы разбираться в принципе разборка несложная пару мест нужно открутить ну и соответственно выйти выдернуть этот привод и заодно естественно проверю фланец шлицевую который входит в коробку значит здесь откручиваем вот эту гайку она идет здесь на 30 вот такой длинной головой можно открутить нужно открутить сейчас шаровую скинуть ступицу чтобы освободить гранату из шлицевой ступицы открутим после там открутим после там подвесной подшипник и выдернем привод наружу так разъединил рычаг и шаровую здесь я скинул гайку с самого пальца здесь я не стал откручивать шаровую отступиться можно шаровую отступиться открутить два болта крепящие но так как здесь у меня резьба не сильно хорошая такая прослабленная потому я и открутил сам палец можно и так сделать ну а теперь разъединим гранату и цапфу вот так вот и в сторону а сейчас открутим под подвесной подшипник ну а подвесной откручиваем вот эти два болта раз два вот это подвесной подшипник друзья все вот подвесной я раскрутил тут стоят вот такие длинные болты хотя они тут не должны быть такие длинными более короткие но не имеет значения были вкручены длинные болты всего подвесной мы освободили и все считай привод практически вот он у меня в моих руках все момент истины сейчас мы его вытаскиваем потихоньку нужно аккуратненько выдернуть чтобы не порвать вот такая вот бандура и что же с ней приключилась я пропущу следующая картина вот такая о да тут трещина была очень старая видите вот ржавчина а вот здесь блестящий след свеженький старая трещина была и он как-то ходил и в конце концов он не вытерпел не выдержал и лопнул до конца в общем-то он держался на честном слое да она ржавчина это говорит о том что трещина старая и как-то он все равно такой долгий срок проходил а вот блестит след это то место где трещины не было и был металл но пришел ему конец доломала и нужно сейчас вот там разобраться с тем куском то что остался вон там на шлицевом фляже сейчас нужно будет его вытащить взглянем что здесь ржавчина ну он шевелится чем-нибудь его монтаж как подденем пластиковый корпус да здесь немножко и он держит лицевая потому что как бы шлицевая так чуть-чуть немного подлизанные в принципе он идет сейчас его и сдернул ох блин погрызанный причем достаточно хорошо хорошо погрызанный эту фигню нужно тоже заменить такая шлицевая добру не приведет если оставить поэтому она тоже требует замены нам погрызанная капитально ну как-то она еще умудрилась работать почему здесь не слизала срезала шлицевую порвала здесь по шву тоже интересный вопрос но по шву порвала давно здесь по трубе а шлицевую до грызала из-за того что было трещина вот истинное состояние шлицевой это то что лифтовала труба был все равно вот такой вот некий поступательно вращательный поступательно вращательное движение из-за того что вот так ходила труба ходил привод то и наш лицевой также было биение передавалась поэтому шлицевую так и погрыз нужно теперь открутить эту тему нужно теперь открутить эту тему там должен быть шестигранник насколько я знаю ну короче там не линии шестигранник или кто в общем там болт стоит который вон он который которого он болт до шестигранник который и крепит этот фланец в коробке его тоже откручиваю и короче надо искать покупать еще и этот фланец вот такой вот шестигранник сколько здесь он 6 миллиметровый до 6 миллиметров в принципе вот вот этот вот должен туда достать до для до шляпки достал открутить нужно там коробку на скорость воткнуть чтобы не прокручивалась и открутим в принципе пошел на сильно затянуты вот такой вот болт такого вот формата отлично масло свеженькая прозрачная на болту ну я масло менял не так давно масло хорошую ну по сальнику течи нету не вижу я в принципе он как бы довольно свежий но я вот почистил и заметил что куска нету поломаны погрызан и не знаю с чем это связано видите интересная тема тоже очень отломанный кусок каким-то образом там ну ладно мне не играет сейчас никакую роль сальник не течет желательно конечно бы и сальник тоже заодно вместе с этим фланцем поменять ну короче посмотрим ну и все вытащим об дал близко короче вытаскивается больше его ничто не держит вот он это бандура кольцо поломанную бронзовая выпал кусок вот отсюда вот такая тема ты вот она это фиговина да вот это вот кольцо поломанная тоже все в трещинах обломыш и сальник тоже выдернул в принципе по сальнику видно что вот он сидит сидел на герметике значит кто-то его когда-то уже менял и он по виду не старый довольно таки свежий даже audi значок вот выбитый типа наверно как оригинальный размер сальника написан размер сальника вот здесь 60 67 4 на 8 но уже миненный ну а вот этот не миненный он был старый шлицевая погрызана все но она погрызана от удара от сколы на шлицевой сколы еще как-то при этом но тот стопор на кольце было наверно когда-то куски какие-то вот тут остались в общем при этом как-то он работал такой погрызанный зуб в общем это под замену сальник под замену но и соответственно привод под замену вот так это фигня работала вот так она долбила что интересно вот тут-то шлицевая еще целый практически шлицевая не срезана как-то она еще на частном слое держалась то есть если здесь она не лопнула не было потрясено после зала бы здесь пошлицевой вот и весь такой геморрой был бы вот так да тут старая трещина ржавая тема вот здесь свеженькая вот тут она держалась на металле а здесь была трещина да вот такое огорчение это покупаем шлицевую покупаем фланец и сальник покупаем все парни съездил в магаз на базар прикупил вкусняшек на т5 прикупил все запчасти то что мне и нужно было вот эту вал шлицевой фланец пожалуйста вот как кому нужно будет смотреть артикул фирма вот такая zendpart значит вот тут есть описание этой фирмы в общем они себя тут рекламируют как высокая надежность безопасность длительный срок службы значит использованы высококачественные легированные стали с последующей термической закалкой и молибденовыми покрытиями чем короче тут все дела типа типа германия вот пожалуйста давайте посмотрим что тут такого немецкого из китая вот такой вот пыльник резина достаточно такая плотненькая здесь идет также сальник также идет вот она кольцо и болт идет сейчас откроем посмотрим так здесь болт черный видать такой каленый такое полукольцо сальник металлическая обойма ну и вот так выглядит юбочка 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 но вроде ровненькая вот такой вот фланец концы черные где шлицевая ну наверно значит закалка есть здесь вот на маркировка zendparts и номера ценят кому интересно вот смотрите вот бронзовое кольцо в принципе хорошо сделано мне нравится то есть на рынке в магазинах я еще смотрел несколько вариантов больше всего мне понравился вот это исполнение были стелоксы и еще там всякие ноунейм но вот этот больше мне понравился zendparts это я прикупил это со шлицевой и также пацаны вот такой же zend привод вот он красавец лежит новенький черный тяжелый тяжеленький вот он сам привод сам привода что там еще идет вот она пачка смазки бумага так пыльник где пыльник тут еще должен был быть пыльник но его нету не доложил что ли короче вот хомуты значит что здесь вот в этом приводе вот это вот целая идет труба бесшовная то есть без сварки а еще есть типа стелокса там она полая на сварке идет вот это исполнение лучше типа как литое ну и по качеству он тоже здесь очень такой приличный мне вот этот больше понравился граната выполнена так хорошо симпатично кому интересно вот смотрите так ну и здесь лицевая тоже выполнена вот так в таком вот исполнении и здесь вот этот подвесной тоже выполнен довольно прилично в других как-то мне не очень тоже не понравилось а тут идет и тут они идут такие как бы насаженные и еще на вот таких вот и фиксируется вот такими же по тип такого полукольцами фиксаторами так вот так раз то мне исполнение по нас вот это лучшее исполнение это как заводское ну все в общем то буду ставить в общем все это удовольствие все вот это это красота вот эти все вкусняшки обошлись 130 135 долларов короче на тенге это получается 65000 тенге но в доллары где-то 135 баксов ну зато это будет качественная деталь и будет ходить намного дольше чем если ставить не качественный не оригинал если стать вот такие вот некачественные вещи китайского формата да но это все из китай но только качество лучше то либо шлицовую срежет здесь либо короче опять также фланец здесь лопнет вот тут на приводе тоже шлицы вносим короче говоря лучше хорошее сразу поставить и ездить счастливо все устанавливаю эти вкусняшки сальничек слегка также на герметик на всякий пожарный но тут куска нет уже узко обоим и вот чтобы избежать так вот чтобы избежать какой-то протечки утечки запотевания сейчас сальничек также на герметик сажу обычный герметик простой российский называется держинский и все забью аккуратненько вот так по кругу потихонечку равномерно так и вот такую обойму обоймой досадить его обойма по размеру смотрим на сколько еще еще чуток но так нормально обязательно сейчас юбочку маслом смажу чтобы исключить сухое трение шприц и масло такое уже трансмиссионное коробочное вот так все теперь здесь на сухую ничего не будет тереться а будет все на смазочке как положено вот так раз втыкаем вот эту штуковину и затягиваем новый болт затянем слишком здесь этот болт затягивать не стоит усилия не знаю килограмма полтора все достаточно он сидит на своем месте привод перекидаем здесь сейчас я разъединю здесь снимаем хомуты пыльник вот этот привод вытаскиваем и собираем все на новый да здесь вот шлицевую надо смазать вон там я смазку уже туда набил чтобы там не было коррозии и сюда тоже смазку нужно будет новую набить обязательно разъединил привод вот здесь вот внутри вот такой вот стопорное кольцо стоит вот так она выглядит и чтобы вытащить привод нужно отверткой вот так раздвинуть это стопорное кольцо вот так раз расширить вот так раз расширили и можно хорошо легко и можно легко выдернуть привод у него здесь есть вот она канавка которая и стопорится это стопорное кольцо набиваю туда новую смазку и насаживаю привод вот эта смазка из комплекта и вот так туда набиваем таким образом все смазки туда напуживал полный пакет выдавил и так вот сейчас раз и готово кому затягиваем нормалек привод привод собран привод весь полностью подготовлен и остается его только вкинуть заводить будем вот отсюда вот запустим его там тоже уже все вот подготовлена сальничек стоит фланец стоит затянут болтом новым здесь резьбу я проверил раз-два мячиком прогнал так на всякий случай потому что там была резьба подтянутая с резьбой сейчас тут тоже все в порядке болты подготовленные и вкидываю привод погнали заводим запускаем там поправляем и закидываем все привод сидит на своем месте закручиваем крепление подвесного ребята остается только затянуть центральную гайку гранаты и узел привода будет полностью собраны ну и свободненько можно уже с легкой душой продолжать наваливать на т5 такой вот ремонт вот такой поломки с приводом довольно такие частая проблема насколько я понял есть у т5 много сочленений поэтому есть где-то люфт где-то дисбаланс и разбивает ну и плюс еще какие-то технические недоработки в самих этих узлах по изготовлению то есть как допустим вот это сварочный шов на шлицевой привода вот собственно говоря рано или поздно он дал о себе знать лопнул треснул и все машина никуда не поехала ну на этом ребята все всем пока не ломайтесь если ломаетесь то чинитесь грамотно и до ставьте всегда хорошие качественные запчасти они послужат вам намного дольше на этом все ребята всем пока удачи